Игнат Тихонович, а вот такой вопрос. А вот бывает такое в жизни, что семья и... Ну вот бывает, что люди там, ну кто-то там, ну может кто-то пьёт. Бывает, что один супруг или там супруга. А бывает, что вместе. Допустим, а если супруг пьющий, а женщина, ну не пьющая, тогда вообще вот бывает, то есть она имеет право оставлять вот такого супруга? Или супруга, допустим, пьющая, а муж там, ну мало пьющий, он имеет право оставлять в такой ситуации супругу? Нет, нет, право только одно, если есть измена плотской жизни. Измена. Одно правило. А сегодня их 12 придумали. Они не могут быть засчитаны перед Богом. Господь говорит так. И поэтому мы должны держать ориентир на Божье Слово. Это узы, узы навеки, навеки. Если измены нету, какая бы она ни была, не можешь её бросать. То есть она согласна жить. Она если думает, уйти, это и тогда всё. Но тогда это оставшийся, который один, он не имеет права уже жениться или выходить замуж. Понятно. Так что это непростое дело жениться. Это надо приготовиться к искушениям. Апостол Павел говорит, будете иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Всё тут непонятно. Остался без жены, тире, не ищи жены. А тут наоборот. Ещё, говорит, ноги не остыли, уже опять ищет. Неверно это. Спаси Христос. Благодарю. Слава Христу. Так, никого больше нет. Отхожу.